Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. И что-то давненько мы с вами не делали уроки для начинающих по бисероплетению, поэтому я решила сделать урок, урок номер 11, французская техника бисероплетения. И сегодня с вами мы будем плести вот такой вот двойной элемент. Этот элемент очень полезная вещь, когда вы собираете веточки, либо, к примеру, веточки, листочки розы, чтобы стебелек у самой веточки с листиками был изящный, чтобы не было много проволочных хвостиков и не было надобности их отрезать в процессе сборки. Вот такие вот двойные элементы как раз очень выручают. Приступаем к работе. Для работы вам понадобится проволочка 0,4 мм, любого цвета, у меня в данном случае она зеленая, с нанизанным бисером на нее, и также бисер для ваших листочков. В данном случае это микс, это может быть любой цвет зеленого, хотите желтый, красный, какой хотите, делайте. Также вам понадобится линейка, ножницы, либо кусачки. Ну вот и все, приступаем к работе. Итак, собрали мы конструкцию, которая необходима для французской техники бисероплетения. Объяснять я это не буду, надеюсь, каждый знает. На ось я, для примера, набрала 1 см бисера. И делаем остроконечный вверху, округлый внизу, листочек. Сделаем листочек небольшой, просто для примера. Оси выравниваем. Придаем форму. Мы будем с вами делать 4 дуги, либо 4 пары полудуг. То есть 4 полудуги с каждой стороны. И еще 1 дуга. И так, вот такой вот листик у нас получился. Придаем ему заостренный вид, форму. Далее мы не отрезаем проволоку, которая идет от катушки с низкой бисера. Я сейчас немножечко отодвину бисер. А мы разрезаем вот эту вот петельку. Разрезаем ее, как обычно, неравномерно, чтобы получился короткий хвостик и длинный хвостик. Длинный хвостик мы убираем в сторону, он сейчас нам не нужен. А короткий хвостик и вот эту низку с проволочкой между собой скручиваем. В данном случае мы скручиваем 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Выпрямляем, чтобы наши оси были друг напротив друга по одной линии. Набираем вот на эту коротенькую ось также 1 сантиметр бисера. Кстати, не обязательно, чтобы ваши листочки были одинаковой длины. В данном случае мы их делаем одинаковыми. Не хватает еще одной бисеринки. Выпрямили и плетем точно такой же листочек, но теперь уже вот на этой оси. А круглые внизу, остренькие наверху. Я так поняла, тут аппаратуру не видно, да? Что-то не так? Ну, это неудобно, да. Неудобно? Сори. Я тебе мешаю? Нет. Да, да. Все хорошо. Главное, чтобы зрителям было видно. Я стараюсь. Я тоже. Мы все стараемся. Итак, еще две пары полудок. Это идет третья. И как вы видите, у нас еще есть расстояние между листиками. Как раз-то вот четвертая пара полудок и займет вот это вот место. Вот так. Отрезаем. Одна короче, другая длиннее. Я уже не раз об этом говорила. Далее мы избавляемся от осевых проволочек. Наизнаночку. Здесь все просто. Придаем, еще раз говорю, форму. Если вы делаете остроносые, в данном случае они у меня остренькие. Приподнимаем вверх, если хотим. Ну, вот эти вот две проволочки у нас будут служить, пойдут в стебелечек. И вот такой вот двойной элемент у вас получился. Очень просто, без лишних проволок. Ну, а вот эти хвостики я предпочитаю сразу между собой как-нибудь скрутить и убрать. Либо сразу выкинуть, чтобы потом они не валялись нигде на полу и никого не поранили. Вот и все. Надеюсь, что все было понятно и доступно. Сразу хочу сказать, что также вы можете делать и округлые наверху листочки точно таким же способом. И также есть еще и тройной элемент. И об этом с вами мы поговорим в уроке номер 12. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч!